всем привет дорогие мои зрители меня зовут татьяна я вас приглашаю на свою съемочную площадку где действующим лицом сегодня будет сладкий перец я расскажу как его вращаю когда села чем подкармливала общем видео возможно будет долгим так как я перца ничего не говорила и не показывала сегодня все вам расскажу подробно но вот для начала хочу показать какой перец у меня вырос цветочном горшке можно сказать дело было вечером тани был делать было нечего с ноября месяца или с октября вот он у меня растет давно уже закинут у меня на лоджии ему тут и холодно ему тут и не очень-то комфортно и темно но все-таки кое-что наросло она росла просто удивительные смотрите какой цвет я сначала подумаю что-то баклажан но листья то перца у меня его точно такого не было посмотрите или это какой-то скрещенный гибрид был вот то ли то ли чего грунт я брала из компостной кучи завязал видите только два перчика остальные у меня бутончики он скинул нет 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 цветочков нет бутончиков в общем растут пока у 2 до вот таких вот синий синеньких вот я ничего не обрывала никакие паснуки только нижние листья и я знаю даже вот там на самом низу цветочек вот я знаю почему он у меня это только завязал ну вот смотрите он у меня растет в этом мешке я подсыпала конечно грунт и он видимо наращивать и наращивать корни ущерб плодоношению ну вот сегодня вот так вот на сегодня он так вот выглядит по моему с октября месяца я уже не помню сейчас я покажу вам свои настоящие посевы и посадки рассада перца стоит у меня на лоджии до этого стояла на южном подоконнике без подсветки уже давным-давно вот лоджия у нас на северной стороне здесь довольно таки прохладно сейчас перенесу на стол и покажу произошла смена декораций перетащила я на кухонный стол так как неплохо будет видно какие поливать какие тут рыхлить какие доливать какие корешки каждый стаканчик я буду доставать вот эти у меня перцы посажены все перцы меня посажены по 2 в одну у нас еще свету чего-то мигает лампочка опять перегорает видимо в один стаканчик сегодня я буду их подкармливать подкармливать будут серьезными удобрениями я их вот у меня видите тут список всяких дел насчет перца и вот смотрите что у меня получается я их замочила 7 января это я проверялась на схожесть свои семена и старые какие-то в общем вышли все мои которые были собраны прошлом году и позапрошлом году а старые не зашли вот здесь у меня вот видите под номерами значит вот 44 где-то сорта получается это значит вот что посадила я начала посевы посадки с 10 числа 10 января на сегодняшний день им уже февраль март апрель им уже три месяца как нам рекомендует производители что через 60 70 дней уже можно их высаживать в грунт но вот смотрите получается ну там февраль короткий получается что 90 дней до но этот момент а всходов видимо или не знаю как лет с момента посадки они считают но вот куда их нет еще конечно рановато некоторые вообще запоздал я потом покажу вам вот конечно же я не знаю какие они по высоте но подбирала подбирала я их так какие понравились мне перчики такие собиралась именно вот особо я их не кормила вот у меня здесь расписано все если даже и чем-то я тут обрабатывала то очень маленьких дозах брала вообще половину чем положено но тут по листу значит вот у меня написано одна капля на 1 литр воды потом кольцевая селитра 10 миллилитров на 1 литр воды это рабочий раствор готовится 20 грамм на 1 литр воды и потом вот я шприцом вот набираю и опрыскиваю по листу дальше снова у меня по листу здесь я уже видимо побольше уже была рассада месячная я две капли уже добавила дальше я полила землю с фитоспорином до этого я присыпала золой просто сверху избежание черной ножки кстати выпадов у меня было очень мало вот это по своей наверное ручкам по своим шаловливым это все происходило так как я рыхлила и видимо задевала корешки они у меня падали вот приходилось подсаживать постоянно приходилось в лоту потом я покажу почему это у меня так вот и случилось еще вот с подсадкой не нужно было это делать так дальше я вот тут серьезное приняла значит решение это я подкормила фертикой 2 грамма на 1 литр воды нет того же вот почти месячная тоже была рассада 1 чайная ложка получается на кустик но это совсем мало ну по сухой земли по листу я обработала дальше фуфанонного от вредителей когда якобы у меня случился большой падеж после пикировки моих томатов кстати есть видео на эту тему можете посмотреть вот я обрабатывала все 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 свои растения и цветы и общем все все что у меня было в доме и даже себя да 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 дальше а вот здесь вот у меня значит тут написано дальше почему-то стала появляться плесень как на перце так и на томатах это у меня еще они стояли на стеллаже 24 февраля после того как поставила воду в тепличку ну там многие блогеры рекомендуют ставить воду если воздух сухой то я там и наставила общем всяких стаканов еще хотела заснять этот момент вот но время как говорится деньги и это нужно было это все ликвидировать быстро быстро в общем не я не стала это снимать думаю я вам как-нибудь расскажу про этот вот эпизод в общем быстро я эту воду ликвидировала уже не стала в эту тепличку ничего ставить но на стеллаж и в общем присыпала вот залой рыхлила рыхлила в общем бы прекратил на какое-то время поливы и все у меня это нормализовалось дальше по грунту это я уже это последний который совсем последний я уже подсаживаю это вот 1 марта для фертика для томатов почему-то мне захотелось вот именно вот это я посмотрела там и комплекс хороший в общем взяла и взяла и полила чуть-чуть так потом значит я пролила еще разочек эти же томаты ой томаты перцы слабеньким чайком светоспоридом вот и по листу потом дала hb 101 2 капли видимо все вот в полив значит отвар луковой шелухи как это делается есть видео на моем канале посмотрите очень просто все и кстати очень эффективно и от вредителей как подкормка очень хороший эффект дает разбавила я правда не знаю что то я побоялась хотя можно было бы один к одному а я один к пяти очень очень концентрированный такой был прямо с и тот самый насыщенный шелухи то много свои так так порыхлила за это время два раза подсыпала грунт обрезала 7 дольки вот чтобы подсыпать грунт конечно же 7 дольки у меня не отваливались и очень хорошо держались когда их обрезала в общем ничего с этим у меня проблем не было многие пишут вот что у них проблема отваливается семи дольки в ничего у меня такого в общем чем меньше я говорю обращаешь наверное внимание на выращивание тем они лучше растут дальше я еще обработала повторно тоже фуфанонова 20 21 вот никаких признаков не было ну типа как для профилактики и потом значит по листу борная кислота микроэлементы в общем решила дать борная кислота сульфат магния карбамид по одному грамму на 1 литров воды вот это я все смешала и потом разбавила еще раз в половину в общем еще даже вот этот вот половинная доза дала им вот с 27 марта они живут на лоджии раньше никак не получалось у нас очень сильные были морозы очень сильные прям до 30 градусов вот представляете март месяц до 30 градусов морозы и сегодня сегодня 9 надеюсь я сегодня ролик загружу тоже мороз но солнце уже светит я раненько тут вам все снимаю вот перед подкормкой думаю надо вам показать и вот 30 значит марта полив под корень перекись водорода у меня там что оставалось то я и вот это три столовых ложки меня получилось на пять литров воды но это опять же очень маленькая доза вот все делают две столовых ложки на литр воды а тут вот получается в общем короче перекорма у меня нет насчет перца бутонов как видите тоже нет вредителей нет все жалуются на уэдэму тоже ее нет вот сейчас я покажу какие корешки корешки вот берем любой стаканчик корешки уже оплетают вот 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 смотрите какие белёхонькие уже и сухёхонькие конечно перец не рекомендуется в общем досуха держать да грунт этот у меня свой своя это самая приготовленная земля в общем всякая смесь там чего намешана всего на глаз вот здесь вот правда через двойной стакан наверно плохо видно ну вот такие вот уж что тут показывать что показывает тут все сразу видно вон какие корнище я уже досыпала как я уже сказала обрезая с ними дольки все очень хорошо это у меня и сверху сверху я замульчировала этим торфом вот покупала торф огородник для рассады новой томатной и вот просто замульчировала так как он быстро пересыхает и думаю вот и влагу держать подольше и не так вот подвержен всяким гнилям вот даже на некоторых перчиках я обрезала по одному листочку ну вот видимо все-таки это сдерживает рост вот они не так вытягивается видите ну я думаю что они все-таки у меня все низкорослые нет таких лошадей вот по два корня сажаю обязательно и высаживаю на огород тоже по два их можно вообще сажать очень загущено через 20-25 сантиметров это даже тепличные смотрела это самое хозяйство также вот сажают и ничего все вырастает у них ничего они там не обрывает не ходят по рядам не вырывает ни коронные цветки не пасынки не удаляют в общем как-то у них так получается что урожая много и это самое и как говорится уход то так ну вот удобрения конечно вот с удобрениями сейчас я покажу еще что не нужно делать ролик получится конечно длинным но что сделать это с перцем я первый раз так что если кому длинно получается то можете не смотреть так вот перец посажены конечно я подсаживала и подсаживала все в разные сроки у меня как время было и что-то мне тут в общем вот эти вот самые первые вот эти вот большие самые первые у меня посажены а потом уже как вот у меня получалось хоп смотрю есть стаканчик хоп думаю да ладно я посажу жалко выбрасывать и вот все подсаживаю и подсаживаю потом если конечно вот сажать почему вот еще моя вот это ошибка хотя я и сеяла их под номерами но высаживала я их без номеров в общем какие приспичи такие я и высаживала но получается что вот смотрите они попадались не одного сорта и один подавляет другого вот есть такие есть такие что это самое вот задерживает вот допустим вот это да вот смотрите или этот который я вот тоже подсаживала потом который вот пропал у меня вот перчик да я взяла и подсадила вот но пока он приживался пока чего и вот видите этот у меня перегнал а этот вот еще тут под крылышками у него сидит но я думаю он у меня в грунте все-таки разовьется и будет все нормально и потом я не знаю какая у них высота может это под какой-то все таки у него высота побольше а у этого поменьше ну ничего страшного не говорю что перец перец он может расти загущено он потом свое возьмет свое догонит ну вот в таком состоянии сейчас я хочу нашла я думаю вот свет у нас все опять это самая лампочка сейчас перегорает мне как сыночек уезжает так у меня все что-то блин по перегорает вот нашла я вот такое удобрение артон рассада покупала я его в магазине магнит по моему здесь вот смотрите так азота 10 5 фосфор калий до фосфор так азот фосфор 5 и 20 калия калий этот перчик любит можно конечно было дать дать им еще чего-то это сам можно зал зал и бы какую-то вытяжку сделать взял ему я хочу вот сразу все чтобы тут были вот видите гуминовые кислоты вот микроэлементы в общем удобрения производитель нам обещают что вот гумат спасу с лучшим усвоением питательных элементов растениями ускоряет рост и развитие нейтрализует отрицательное действие неблагоприятных условий на лоджии у меня сейчас прохладно перец любит конечно очень теплый теплый климат но ничего так здесь можно как не корневую так и и под корень делать вот но я развела я значит уже вот здесь 20 грамм конечно мне это много вот я развела уже они у меня большие 1 грамм вот на литр воды вот получается вот такой вот чайочек сейчас еще взболтаю и буду поливать который то стаканчики тяжелые еще не знаю почему они видно там все-таки на лоджии прохладно и они мало воды мало пьют вот не знаю буду по весу смотреть по весу какие подкормить как которые даже не поливать вот вот этот вот легкий стаканчик вот у меня еще тут видите видите тут еще чего то ли капуста то ли редисина откуда-то взялась чудеса да и только происходят у меня в общем вот такие вот чудеса у меня с перчиком вроде как они нормально все-таки себя чувствует конечно тут придется мне подумать куда их высаживать такое количество делать и рассчитывала штук штук на 20 на 25 но тут побольше но дочери ада пусть выращивает учиться так что всем спасибо кто зашел кто посмотрел долго да долго конечно получилось но ничего дольше дольше растим три месяца уже нам так что всем пока хорошего вам крепкой рассады и до встречи увидимся скоро